Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все, кто нас сейчас слушает. Сегодня 2 июня, вторник. День добрых дел на радио Болтком. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Её веду сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв в студии. И гость я сегодня у нас особенная, которая включает вместе с нами «Зелёную лампу». Она вообще всегда её включает, но сегодня вот прям лично в студии. Это Ингрида Шмидта, руководитель благотворительного фонда «Би Оупен», того самого фонда, с которым «Зелёная лампа» сотрудничает уже очень долгое время. И, ну, я надеюсь, плодотворно. Да, мы сейчас как раз будем об этом говорить, потому что мы попросили Ингриду прийти к нам в студию и рассказать об итогах полугодия, да, вот этого вот, которое началось в этом году, год-год особенный. И что вот у нас с итогами получилось, мы поговорим сегодня. А также поговорим о вообще милосердии, да, что это, зачем это, почему мы помогаем, почему нам это нужно. А «Зелёная лампа» на этой неделе включается для 32-летней Дарты Виттеллы. Те, кто нас постоянно слушают и читают, вы это имя знаете, вам знакома уже эта девушка. Мы повторно посвящаем ей программу, потому что сейчас такой вот период, что Дарта должна закончить, завершить лечение. В конце марта была программа, где мы рассказывали про Дарту. У неё тяжёлое онкологическое заболевание, лимфома Ходжкина, и ей нужны были средства для четырёх курсов иммунотерапии. Просто очень-очень необходимо, потому что лечение у неё тяжёлое. И немецкие врачи установили после обследования для неё оптимальный вариант лечения, который помогает. Но иммунотерапию нужно было оплачивать самостоятельно. И вот спасибо всем огромное, всем-всем-всем, кто поддержал Дарту. Ей 32 года только, да, то есть она совсем юная, красивая девушка, она тренер по теннису. И она прошла это лечение за два месяца с момента программы той. Прошло два месяца, да, она прошла это лечение, и лечение принесло хорошие результаты. То есть результаты хорошие, лечение помогает, анализы её улучшились. И сейчас, как решил консилиум врачей немецкой клиники, которые за ней следят и её поддерживают Дарте, нужно ещё три курса иммунотерапии, чтобы закрепить результат. Потому что, в принципе, всё нормально, но чтобы остаточных явлений никаких не было, и уже не было рецидивов. Каждый курс стоит 3300 евро. Она обратилась к нам за помощью, и мы не можем её оставить в этой ситуации. Поэтому благотворительный телефон 930-6384 работает всю неделю до 9 июня, до следующего вторника, для Дарты Виттл, для 32-летней Дарты. Стоимость звонка евро 42 цента. И эти маленькие звоночки, как всегда мы говорим, соединяются в очень большую и очень важную помощь. То есть в данном случае спасение жизни человека. Осталось совсем чуть-чуть, да? Ингрида, вот вы знакомы тоже с Дартой. Как вот вы оцениваете эту ситуацию? Добрый день всем. Да, я думаю, что у нас с вами каждый случай, каждая история особенная. И простых у нас ситуаций не бывает. И, конечно, история Дарты, она также и особенная, и такая, которую нельзя не рассказывать без слёз, когда ты видишь молодую девушку, молодую женщину, которой только еле 30, в расцвете сил. И ты понимаешь, что это единственная возможность ей всё-таки продолжить свою жизнь. И, как она сама пишет, что в жизни есть ещё много дел, тогда ты не можешь остаться равнодушным. И, конечно, мы каждую историю с вами вместе с зелёной лампой пропускаем через сердце, через душу. Историю Дарты я сама лично через себя тоже так пропустила. И в первый раз, когда мы первый раз собирали помощь Дарте, я сделала пост на своём фейсбуке. То есть я обратилась к своим друзьям, к своим ровесникам, и написала, что Дарта в возрасте моих детей. И когда ты понимаешь, ставишь жизнь других и сопоставляешь со своими ценностями, тогда ты видишь вот этот трагизм и эту необходимость помочь. И тогда понимаешь, что какие-то свои мелкие проблемы, они становятся во втором плане. И, наверное, вот на все такие вопросы нужно немножко смотреть через такую призму. Я никогда не забуду много-много-много лет назад, когда мне очень близкая подруга родила ребёночка, и он оказался с синдромом Дауна. Я к ней пришла первый раз в гости. Ребёночку было 2 недели или 3 недели, да. И когда я у неё гостила эти 2 часа, я, конечно, так стиснула свои эмоции и старалась быть очень спокойной. Но когда я понимала, что в её жизни ничего не будет так, как у меня или у других, я эти 2 часа, конечно, выдержала. Но когда я вышла из её квартиры, тогда я на улице просто рыдала. И тогда ты смотришь на вот такие какие-то житейские проблемы совсем спокойно. Это всё ерунда. И поэтому я не перестаю преклоняться перед всеми мамами, которые живут таким ритмом 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Да, и такие истории у нас каждую неделю практически, да. Абсолютно. Все наши гости подчёркивают, все, кто к нам приходят, говорят, что перед мужеством этих людей очень хрупкие женщины, простые, обыкновенные женщины. Они, как правило, и не жалуются. Особенно, да. То есть у многих просто надо вытягивать эту информацию, потому что они говорят, а вот кому-то ещё хуже, чем нам. Наверное, да. Почему нам? И вы знаете, как интересно, что я в рядах жертвователей опять вижу также мам особенных детей. Когда у нас опять кому-то нужна помощь, я вижу опять известные имена. Так что мамы помогают друг другу очень-очень-очень, конечно. Многие говорят, очень многие говорят так, что вот мы раньше, у нас были такие истории, я не буду сейчас имена называть. Раньше не обращал внимания вот на это. Ну, кому-то плохо, ну, там иногда перечислю деньги, ну, подумаю, что ты хорошее. А когда сам сталкиваешься с этим, вообще по-другому начинаешь смотреть на это всё. И вот нам говорили женщины, которым мы помогали, что мы будем, вот у нас закончится этот период лечения, мы будем тоже заниматься благотворительностью. Да, и может быть, что ещё важно, что очень многим детям мы не только помогаем этими денежными средствами, чтобы сделать улучшение здоровья, но мы даём очень большую дополнительную эмоциональную энергию для родителей. И я эти истории слышала, и вы, Рита, с Ольгой это слышали, что есть мамочки, с которыми мы начали разговоры, и они чуть ли не в большой депрессии, неверии вообще в будущий день. И когда они вдруг почувствовали, что у них есть столько много людей, незнакомых, которые им помогают, они прямо приобретали крылья. То есть вот наш пример мальчика-бабочки, я помню, мама была в очень большом отчаянии, и когда она… Давайте уточним, что это у нас был малыш трёхлетний с синдромом бабочки, то есть с такой нежной кожей, что хрупкой и ранимой кожей, к которой даже прикоснуться иногда нельзя, потому что кожа – это слеза, это генетический сбой. И мама, в принципе, не очень делилась со своими проблемами с другими людьми, и она пожелала быть, но не называть своего имени, мы это очень респектировали. И когда мы ей каждый день присылали информацию, сколько много людей её поддерживают, сколько много звонков и пожертвований ей приходят, тогда она просто обрела крылья, она поверила, что у неё есть силы продвигаться вперёд и дальше, и это просто прекрасно. И мы, например, если рассказывать о хороших делах, тогда вот благодаря этим пожертвованиям, мы помним, что так как у этого мальчика очень тяжёлая кожаная болезнь, то есть ему необходимо очень большое количество специфического материала, бинтовать руки, ножки и другие ещё места. И этот материал очень специфический. Мама нашла, что в Швеции можно купить это, но это был целый процесс, чтобы это… Потому что не всё можно… Ну, то есть у неё там около 7 тысяч, по-моему, в месяц уходят на эти все средства ухода. Там часть, конечно, да, часть государства оплачивает, но её необходимость намного больше. И вот тогда сделали заказ в Швеции, получили эту посылку, пришлось также использовать помощь друзей, чтобы эту посылку доставить в Ригу. Да, и мы заключали даже дополнительные договора фрилансеров, но вот этот пакет пришёл, и мама очень рада. Там не пакет, там целая огромная коробка. Ну, да, коробка большая, на несколько месяцев, да. Так что мама очень рада и прямо… И сейчас мы хотим вам сказать, дорогие радиослушатели и читатели, наше большое спасибо. А вот за эту конкретную историю и за все другие мы тоже скажем. Нам очень нравится вас благодарить, потому что всё, что получается, это благодаря вам, вашим сердцам получается. Напоминаю, что сегодня у наших гостей Ингрида Шмидта, это руководитель благотворительного фонда BeOpen, и я назову телефоны прямого эфира, и если у вас есть вопросы, вы можете позвонить 672-12-939, 672-13-939. А помогаем мы сегодня и всю неделю 32-летней Дарти Витали, тренеру по теннису, молодой, красивой очень девушке. Знаете, что меня тронуло? Когда смотришь на её фотографии, она просто модель, там шикарные волосы, огромные глаза, такое лицо красивое, она очень красивая. Да, посмотрите фотографии сейчас. И посмотреть сейчас, где она в маске в больнице, такой худенький, хрупкий ребёнок, совсем как цыплёнок, и столько мужества в этой девушке, очень много мужества, потому что она прошла, конечно, она 17 месяцев, она болеет с того момента, как ей поставили диагноз. То есть она случайно обнаружила, что она у себя какие-то уплотнения, пошла к врачу, так, припеваючи, и ей, когда выдали диагноз, довольно быстро установили этот диагноз, она была, конечно, в шоке, со мной такое быть не может. Ну, первая реакция, что это? Это неправда. Но там все эти анализы и проверки показали, что да, с ней это произошло. Конечно, полный переворот в сознании. И, ну, что ей сказали? Ну, всё, у вас плохо, идите домой, сказали ей. И она пошла домой. И вот человек остался в таком состоянии. Потом, значит, она, конечно, с мамой вместе, они начали бороться. Они нашли клинику, потому что их не устроили методы лечения, которые здесь предложили. Она плохо себя чувствовала. И они нашли клинику в Германии, где после обследования ей другую методику предложили. Эта методика стала работать. Это связано с иммунотерапией. Там довольно дорогие лекарства, вот на которые сейчас мы эти деньги помогаем ей собрать. Но результаты двухмесячного лечения показывают, что преодолимо эта болезнь, эта тяжёлая болезнь, она практически, Дарта практически победила эту болезнь. Остался маленький-маленький такой вот ещё рывок сделать. И нужно три курса иммунотерапии. Ещё у неё химия впереди, и между химотерапиями иммунотерапия курсы. Вот на три курса, каждый курс стоит 3300 евро, эти все препараты. И они индивидуально подбираются человеку каждый раз. И 9900 евро нужно для того, чтобы окончательно поставить точку в борьбе с этой болезнью. Наш телефон 9300-6384 всю неделю работает для Дарты Виттеллен. Напоминаю, что у нас в гостях Ингрида Шмидта, руководитель нашего любимого фонда Be Open. И мы сегодня будем говорить об итогах. Что сделано, что мы успели и смогли с вами, с вашей помощью сделать. Я сначала, можно только озвучу итоги прошлой недели? Итоги прошлой недели. Мы помогали неделю назад мальчику, шестилетнему, Эрнесту Коху из Елгавы собрать средства на курс реабилитации, на курс специальный, в специальной помощи мальчику, потому что у него синдром Дауна, еще несколько разных диагнозов. Он не говорит, кормит его через гастростому. Для Эрнеста Коха собрано 2472 евро. Были сделаны 1087 звонков на сумму 1347 евро. И на счет фонда Be Open, открытый для Эрнеста, поступило 1125 евро. В общем, цифры, конечно, у вас мелькнули, но я хочу сказать, что на оплату полного курса всех занятий для мальчика чуть-чуть не хватает. То есть нужно было 2900 нам собрать, где-то около 400 евро, еще не хватает. Но на полтора года это хватит. На полтора года занятий. Это прекрасно, это очень хорошо. Мама, у которой двое детей, у них еще маленькая девочка трехлетняя, к счастью, она здорова совершенно. И вот мама, конечно, будет счастлива, потому что она вздохнет спокойно, и она будет знать, что эти занятия ее ребенок пройдет. Да, это большая опора и чувство такой стабильности в течение полтора года, чтобы стабилизировать эту ситуацию здоровья мальчика. Мальчик очень милый, очень хороший, живой, такой любопытный, и занятия ему должны помочь, потому что вот первое, то, что он начинал, это уже какой-то прогресс был, и в его поведении, и в попытках говорить. То есть мы надеемся, что будет хорошо. Спасибо всем, кто жертвовали, кто откликнулись в эту очень сложную для всех пору. Да, более тысячи звонков сделано, это очень большая цифра. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы скоро продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаю, что наши гости сегодня Ингрида Шмидт, руководитель благотворительного фонда «Be open». И давайте вот озвучим то, что мы обещали в самом начале. Наши итоги. Что удалось сделать за это время с начала года? Учитывая то, что сейчас период, вообще этот период был невероятно тяжелый, мы даже не знали, будет ли наша программа выходить в эфир, потому что всем сейчас тяжело, мы понимаем, насколько это тяжело. Кто-то теряет работу, у кого-то просто отчаяние, и все. И тем не менее, результаты есть. И спасибо вам огромное. Ингрид Шмидт сейчас расскажет нам про эти результаты. Да, несмотря на то, что всем сложно и всем трудно, но, наверное, эта пора, она тогда больше раскрывает и сердце людей, и поэтому помощь тем, которым действительно необходимо и очень трудно, она все-таки не останавливалась. Если в цифрах, тогда вот с января до 1 июня вместе мы получили в рамках «Зеленой лампы» пожертвования на сумму 139 658 евро. И получили 28 914 телефонных звонков. Что я хотела бы рассказать, может быть, поделиться теми, несколькими историями, потому что за каждым евро, за каждым пожертвованием стоит реальный человек, которому мы чем-то помогли. И как мы видим, что всем нашим друзьям, которые следят за работой фонда, за работой «Зеленой лампы», очень важно, что они видят, что их пожертвование что-то сделало хорошее, что-то реально помогло. И, может быть, я хотела бы хоть пару историй сегодня поделиться и рассказать. Во-первых, вспомним совсем недавнюю историю в марте о Людмиле Кульковой, которая… Юрмальский логопед. Да, в очень тяжелом состоянии оказалась в клинике в Петербурге после инсульта, без движений, без речи. И тут закрылись границы. И закрылись границы, да. И вот в течение этих двух месяцев на сумму, которую мы собрали все вместе, Людмила получила лечение в Петербурге в хорошей клинике. Сегодня я созвонилась с ее дочерью, которая здесь в Риге живет, и она мне рассказала, что мама завтра едет домой. Какая хорошая новость. Значит, мама начала говорить, мама начала двигать пальцами рук, мама начала ходить, конечно, передвигаться с помощью, но это уже большие-большие продвижения. То есть это уже такие продвижения, которые сейчас по возвращению в Латвию, она сможет сейчас встать в очередь и уже потом получить реабилитационный курс в Вайворе. Но мы с вами помогли ей очень трудную минуту, когда она была в очень тяжелом состоянии, и когда по всем таким указаниям и советам эта реабилитация была необходима, не ожидав каких-то двух или трех месяцев, а нужно было сразу. Это было очень важно. И вот мы вместе поставили такую хорошую основу, когда она сейчас сможет дальше продолжать. Это очень здорово. И завтра она возвращается из Петербурга. Это очень радует. В общем, многочисленные воспитанники Людмилы Кульковой и дети, с которыми она работала, как она детский логопед, могут сейчас радоваться. Да, конечно. Спасибо вам. Также, например, вспомним, что в конце прошлого года мы собирали на помощь Евы Далдере хрупкая художница из Лейлварды, которая рисует птицы. У нее очень тяжелый сахарный диабет, который необходим, такой специальный аппарат, который сигнализирует ночью, когда падает сахарный уровень. То есть получается, что… Там была угроза жизни. То есть получается, что вот ее цена жизни – это 2700 евро в год, чтобы у нее был бы такой аппарат, такие средства, которые ей ночью сигнализируют, что у нее падает сахарный уровень. И тогда это ей… Она, конечно, будится. Это сигнал, как будильник, и она тогда принимает необходимые лекарства. И вот эта цена жизни 2700 – это звучит ужасно просто, что вот столько нужно только для человека. Мы помогли, мы тогда помогли, собрали и дали ей такое чувство стабильности на два с половиной года, вот по таким подсчетам. И она тоже из тех людей, которые вот обрела крылья. Она очень много рисует, и она готова рисовать, вышивать. Она делает птицы красивые, из разных материалов. И она готова зарабатывать сама своей работой на свое лечение. Но это, конечно, не все очень так просто дается. И вот сейчас в начале марта как раз открылась ее выставка в Музее природы на улице Крещанина Барона. И как раз сразу закрылась, потому что началась эта… Ну, закрылась временно. Да, закрылась временно. И вот сейчас те, которые еще хотят, они могут успеть эту выставку посмотреть. Музей природы открыт. До воскресенья, до 7-го числа выставка открыта. Можно приобрести ее картины, пожертвовав фонд на ее лечение. Можно приобрести ее красивые открытки птиц. И мы очень верим, что она своей работой тоже будет, ну, свое здоровье, как говорится, поддерживать. И мы ей дали вот эту основу, что очень-очень важно. Ну, если говорить о выставках, то еще одна выставка прямо накануне изоляции нашей состоялась, слава богу, в Доме Москвы. Маленькая, правда, выставка нашей Лерочке Якимовой, да? То есть наша подшефная девочка Валерия Якимова, которой очень нужно было оплатить реабилитацию. Ну, это тот самый ребенок, который вырос и преодолел страшную, тяжелую болезнь, и она не ходила. Она только чуть больше года назад сделала первые в жизни шаги. Сейчас ей 18 лет. Она маленькая, худенькая. Даже не скажу, что 18 лет, но очень хорошая, очень хорошая и талантливая девочка. И вот она начала рисовать картины, начала писать картины, в том числе иконы. У нее очень красиво получается. И мы сделали, открывали ей выставку в Доме Москвы во время фестиваля Станиславский ЛВ. Очень много людей побывало на этой выставке. Много работ покупали. И сейчас до сих пор люди отзывы пишут. То есть собранные средства ждут. Ждут, да. Собранные средства ждут, когда откроются границы, и Лерочка сможет опять ехать в свой центр реабилитации. В Минске. В Минске, да. И свое здоровье поддерживать, тренировать свои ножки. Это очень хорошо. И, конечно, когда вот нам спрашивают, а что же сейчас происходит, когда вот все закрыто, происходит то, что мы сейчас собираем средства на помощь одного, второго, третьего. И тем деткам, которые собраны средства, значит, родители знают, что у них есть эта опора. И они ждут открытия границ. И мы уже получаем очень хорошее известие, что где-то что-то уже сейчас и запланировано. Уже запланирован один курс лечения одному из двойняшек, кому мы собирали тоже средства в конце прошлого года. Это были Кейта и Ричард двойняшки. И вот мне папа... В которых погибла мама. Папа один и занимается. И вот папа звонил, что они уже договариваются, что в июле они едут в Польшу. То есть у них уже запланирован этот курс реабилитации. Также, например, у нас был Роберт Юрка из Валмери, которому мы средства собирали тоже в конце прошлого года. Ему делалась сложная операция в Германии. И потом были предназначены три курса реабилитации в Польше. Его операция прошла прекрасно, очень успешно, очень хорошо. Один курс реабилитации они тоже успели пройти. И вот сейчас они пока ждут, когда откроются границы, чтобы проходить второй и третий курс. Но, как папа рассказывал, что они все это время продолжают очень тщательно дома тренироваться. Ножки выпрямляются, становится легче. И Роберт, вот мне уже рассказывали, что он даже в Валмере на своем трехколесном стабильном велосипеде преодолевает довольно большие уже расстояния. Конечно, большая работа, большие тренинги для него, для папы, но ничего не останавливается даже в это время. Например, те... Останавливать нельзя, да? Давайте подчеркнем. То есть это вот такие вещи, которые... Да, и несколько мам, у которых были специалисты тоже из европейских стран, у которых была особая терапия, занятия, они тоже не остановили. Они продолжали эти занятия в интернете. То есть занятия также включены, мама, врач, и они продолжали. Так что ничего не останавливалось. И как всегда, вот даже в это время, всегда мы видим, что какие-то новые интересные инициативы появляются в обществе, в коллективах, и благотворительность никого не оставляет равнодушными. И вот я хочу тоже поделиться таким интересным примером. Банк Blue Orange, основатель нашего фонда, банк, тот, который поддерживает работу, существование нашего фонда. И сотрудники Банка Blue Orange, они очень активно следят за проектами фонда Be Open, и сами активно участвуют в многих проектах, и активно поддерживают. И вот сейчас, вот в это время, когда все должны жить и работать вроде бы более отдаленно друг от друга, в течение целого месяца сотрудники Банка проводят такой одномесячный марафон благотворительности. То есть все активные люди, все занимаются спортом, или бегают в свободное время, или едут на велосипедах, и в свободное время, вечером, выходные, более 40 сотрудников в двух таких весовых категориях, то есть ходьба и на велосипедах, и считаются километры. И потом вот в течение этого всего месяца марафона сосчитаются километры. Километры считаются в такой аппликации, всем известной, Endomondo. И тогда банк по специальной арифметике превратит эти километры в евро. Молодцы какие! И таким образом мы поможем Катрине, 11-летней девочке, которая тоже активная, жизнерадостная, умная, занимается теннисом, но в коляске. И ей нужна сейчас операция для ножек, и мама договорилась, уже сообщала, что операция будет происходить в Эстонии. И вот для Катрины таким образом сотрудники банка сейчас эти километры сосчитывают. Замечательно. Поразительно, как люди находят совершенно разные способы, чтобы помочь. А те, которые, может быть, активно не занимаются спортом или просто не гуляют, не собирают эти километры, тогда те могут сами пожертвовать. И вот здесь, в этом марафоне интересно то, что сотрудники не борются за какой-то приз, первое, второе, третье место. Там приза не будет. Там просто будут общие километры. И вот сейчас уже в течение двух недель я знаю, что те, которые идут, они прошли уже 2600 километров вместе, ну а велосипедом уже проехали более чем 3000 километров. Замечательно. Да, и не могу не рассказать, что в коллективе Blue Orange работает такая хрупкая, красивая, молодая женщина, которая является первой, единственной женщиной в Латвии, которая участвовала в спартатлоне, то есть это дисциплина, которая происходит в Греции, где по условиям в течение 36 часов ты должен преодолеть 246 километров. Она единственная и первая женщина в Латвии, которая это преодолела. Ну, конечно, на ее счету там уже много километров в этом марафоне тоже. Вот такие прекрасные инициативы. Потом вспомним Олгу Нечаеву, которая занимается детьми с фигурным катанием на льду, с детьми с аутизмом, с другими тяжелыми болезнями, диагнозами, и уже многократно мы рассказывали, как много эти занятия дают для развития детей. Ольга, как никто переживал закрытые эти два месяца, что она не могла заниматься с детьми. И вот сейчас мы только-только как раз смогли оплатить несколько часов уже первых часов на льду, где по всем мерам осторожности Ольга уже начинает индивидуально возвращаться к занятиям детей. Слава Богу, там помощь, помощь там есть, и для работы Ольги Нечаевой, ее учеников средства мы собрали весной, так что дай Бог всем занятиям уже возвращаться, это действительно очень приятно и очень здорово. Можно я быстренько добавлю Яшу Бурляев, помните мальчика Яшу Бурляев, незрячий мальчик, которому мы помогали собрать деньги на занятия по звуковым очкам, чтобы он мог видеть вот этим зрением, как сказать, звуковым зрением. Я даже до сих пор не понимаю, как это и что это. Прислал фотографии свои, сам прислал, и он ездит на самокате, он уже в этих очках там растекает на самокате, он играет на органе, вот сейчас был перерыв, он не играл, но он дома тренируется и занимается очень много, тоже большое спасибо от Яши, от его мамы, сделали все большое очень дело. Так что, да, здесь можно этот список еще перечитывать, все дети, которые получили эту большую помощь от друзей «Зеленые лампы», они все сейчас ждут свои возможности, уже мамы что-то планируют в Эстонии, в Германии, в Польше, что-то открывается, что-то уже в календарях записывается, и мы рады оплачивать все эти счета, потому что это уже идет, как говорится, на пользу. Ну а кто в Латвии лечится, тот получает помощь в Латвии, это уже границы здесь уже никакой. И ДАРТ в этом списке, да, как говорится, эти лечения проходят здесь, в Латвии, и мы рады, что это здесь можно сделать. Мы напоминаем, что телефон 9306384, евро 42 цента за звонок, помогает всю неделю 32-летней ДАРТ Витали окончательно победить ее тяжелую, очень тяжелую болезнь. Она очень светлый человек, она большой оптимист, она верит, что победит, и уже сделано очень многое, и мы тоже верим, что все будет у ДАРТа хорошо. Сейчас, да, общий перечень, это можно долго очень про каждого рассказывать, мы все это напишем, пожалуйста, следите за нашими публикациями на страничке «Зеленые лампы» на сайте mixnews.lv и на Фейсбуке присоединяйтесь к нашей группе, к нашей страничке «Зеленая лампа», там каждый день свежая информация, что сделано, и там же будут итоги этого полугодия, очень подробные. Это ваша работа, это то, что вы сделали, поэтому читайте про себя, читайте результаты, и пусть вам будет счастье и здоровье. В Небесной канцелярии все записывается. А сейчас вот очень хочу Ингриду Шмидта попросить, очень кратко объяснить, вот многие задают вопросы, как обратиться в фонд, что для этого нужно? Во-первых, нужно написать, на нашей страничке есть наш имейл, но имейл самый простой инфо это beopen.lv Ну или в зеленую лампу мы перешлем. Или в зеленую лампу тогда нам перешлют, да. И нужно написать нам, в чем нужна помощь, в чем вы нуждаетесь такую основную информацию, оставить свой телефон. И тогда мы связываемся с вами, и тогда переговариваем, можем помочь, не можем, в чем проблема. И когда мы это все же переговариваем, тогда видим, что помощь возможна, тогда уже делаем документы и подготавливаемся к программе. Но сначала нам нужно понять, все ли родители сделали, или взрослые сделали для того, чтобы получили бы официальную помощь в Латвии в разных институциях. Потому что нередко бывают ситуации, когда не проверили все возможности. Человек просто не знает, что он имеет право. Или просто не знает. Или просто не знает. И в таких случаях, конечно, таких случаев уже меньше и меньше становится, потому что мамы, слава Богу, между собой общаются. И в Фейсбуке я вижу есть группы мамочек детей с особыми нуждами, которые делятся информацией, которые задают вопросы, дают друг другу советы. И, во-первых, нужно проверять, какая помощь им получается здесь в рамках государства. Потому что мы видим, что шаг за шагом постепенно что-то все-таки, как говорится, сходит с наших таких рук и плеч, и что-то государство больше шаг по шагу все-таки... Вот уже какие-то лекарства оплачиваются, которые раньше... Или частично, да. И важно вот это проверять, все возможности. В общем, пишите, если вам нужна помощь, или вы знаете тех людей, кому нужна помощь, пишите нам, спрашивайте, интересуйтесь, и обязательно с вами, фонд с вами выйдет на связь. Или вот, например, совсем недавно был случай, когда к нам обратилась друзья, женщины, которые нуждаются палеотивной уже помощи в очень тяжелом состоянии, и мы тогда смогли посоветовать, где сейчас они могут получить эту реальную помощь, потому что средства на палеотивную опробу сейчас есть в фонде заедут ЛВ, и мы смогли посоветовать. Так что или мы поможем, или мы посоветуем, и так что нужно писать или звонить, или инфо биопен ЛВ, или в зеленую лампу, также на фейсбуке у нас фонда есть своя страничка, так что нам можно писать и в фейсбуке. И еще раз хочу подчеркнуть, что никакие проценты и комиссионные с денег поступивших на счет открытый фондом не берутся, а жертвователи имеют право на налоговые льготы. То есть вся эта информация опубликована в разных местах, вы можете смотреть и анализировать, задавать вопросы, пишите нам, пожалуйста, на страничке зеленая лампа на фейсбуке, пишите на все вопросы, мы вам всегда отвечаем, выходим на связь. Ну вот у нас осталась буквально одна минута до окончания программы, еще раз просто благодарим всех, напоминаем, наш телефон 9300-6384, евро 42 цента за звоночек, это помощь очень красивой, чудесной, светлой девушке Дарти, 32-летней, чтобы она окончательно победила тяжелую свою болезнь. Ингрида, спасибо вам за участие в программе, за беседу. Те, кто нас помогают. Спасибо. Скажите, а что вам лично помогает вот в этот период тяжелый? Когда я вижу эти открытые сердца людей, всех возрастов, всех национальностей, которые нам помогают, и мы очень-очень рады, что мы можем все вместе объединить эти силы и сделать много хороших дел. Спасибо всем. До встречи через неделю. До встречи.